Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Между одним пленарным заседанием Сейма и другим нас посетил, за что ему большое спасибо, депутат Латвийского парламента, секретарь юридической комиссии Сейма Валерий Агешин. Добрый день! Здравствуйте, Абик! Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоболтком! Да, вот до начала эфира наш сегодняшний гость даже спросил одеватель наушники, потому что такая привычка уже образовалась у депутатов, не только у родильщиков, но и у депутатов, оказывается, поскольку сейчас парламент работает в таком интересном виртуальном режиме, можно приходить, я так понимаю, и в само здание парламента, там дефракции заседают, но можно и не приходить, потому что вот такая виртуальная платформа, я так понимаю, что по этой теме у оппозиции был целый ряд нареканий, до каких пор мы будем все-таки так вот работать удаленно, но, видимо, еще какое-то время, наверное, придется. Но это, наверное, самое главное не форма, а содержание, вот об этом мы сейчас и поговорим. Какое-то время мы поработаем еще в режиме видеоконференции, хотя, конечно, вопросы к такому режиму есть, когда все 100 депутатов Сейма не собираются в одном месте, но, с другой стороны, многие политики увидели, что в таком удаленном формате, в режиме видеоконференции работать, это выгодно и удобно. Кстати, похоже, это заметили и некоторые работодатели в Латвии, поэтому в этой ситуации две правды. Главное, чтобы все были здоровы. Это самое главное. Но вот если мы говорим о содержании, что вас, в принципе, тревожит в работе парламента, как оппозиционного депутата, поскольку, ну, по содержанию мы еще дальше тоже пройдем, но что вас все-таки тревожит? Я вижу, что наметились абсолютно системные проигрыши. В конституционном суде парламент проигрывает, и правительство дела одно за другим в конституционном суде. Вот, и все они касаются социальной тематики, социальной политики, социальных вопросов нашего государства. Для меня и моих коллег социальные вопросы всегда были приоритетом, и я, и мои коллеги по оппозиции в семье неоднократно предупреждали и с трибуны парламента, и в комиссиях о высоких конституционных рисках, нормативах, которые регулируют социальные вопросы в нашей стране. Неоднократно, в жестком формате. Ребята, у нас очень серьезные конституционные риски. Все может кончиться плачевными для вас приговорами конституционного суда. И вот сейчас эти приговоры посыпались один за другим, это уже системные проигрыши, это тенденция. Почему так? В чем причина сложившейся ситуации? Есть и сегодняшнее свежее решение конституционного суда, который признал несоответствующим основному закону страны нынешний размер социального пособия для безработных лиц с инвалидностью и пенсионеров. Как мы с вами, наверное, слышали, это решение суда является окончательным, обжалованию не подлежит, и согласно нынешним нормативам, которые сейчас пока в силе, размер социального пособия для лиц с инвалидностью с рождения составляет 122 евро, 69 евро центов в месяц, а для других лиц с инвалидностью 80 евро в месяц. Это издевательство. Да, в свое время, что касается пенсионеров, это 64 евро и 3 цента в месяц. Значит, это решение конституционного суда означает, что данная норма должна с 1 января 2021 года, через полгода ровно, утратить силу. Это значит, что государству придется провести перерасчет пособий и назначить более высокие размеры выплат. Меня это и тревожит, и одновременно радует. Радует справедливое решение конституционного суда в контексте социальной справедливости, что суд увидел уже не первый раз, что в сфере социальной политики нормы основного закона страны нарушаются. С другой стороны, печаль то, что я вижу причины сложившейся ситуации, вижу их из первоисточника и слышу в парламенте. Это безответственность правящих политиков, это высокомерие правящих политиков, это лицемерие правящих политиков и это мессианство правящих в стране политиков. Что мы мессия, не надо нам указывать, мы знаем, как правильно. А в итоге мы видим целый ряд решений конституционного суда, абсолютно разгромных для правящей в стране коалиции. Теперь необходим, очевидно, четкий план действий. Как реализовать решение конституционного суда? Осталось только полгода. Я, анализируя ситуацию, вижу три решения, три пути, по которым могла бы пойти правящая коалиция, могло бы пойти правительство. Путь номер один. Как выполнить все это? Поднять налоги. Это раз. Совсем печальная история. Путь номер два. Не делать ничего, проигнорировать решение конституционного суда. Неужели такой вариант возможен? Такое возможно, потому что у нас за решениями конституционного суда наблюдает, надзирает соответствующее отраслевое министерство. А бывали случаи, когда такие министерства игнорировали решение конституционных судов. Могу привести примеры. Ну а, наконец, путь номер три. Это выполнить решение конституционного суда по поводу размеров социальных пособий и так далее. Но выполнить его формально. Поднять такое пособие или прожиточный минимум, например, на пять евро или на пять центов. Но даже и двадцать евро не спасут ситуацию. Ну вот. А еще, конечно, отраслевые министры могут сегодня на себе картинно рвать волосы и громко, и патетически кричать. Я прикую себя наручниками к перилам в кабинете министров. Я забаррикадируюсь в кабинете у господина Каринша. Я буду ночевать в палатке у здания правительства. И не уйду оттуда до тех пор, пока мой план действий не будет поддержан. Но ничего этого нет. Ничего этого нет. А что мы видим в итоге? Мы видим хорошую мину при плохой игре. Министры хвалят автора исков в Конституционный суд, Омбусмена Янсенса. Нахваливают, какое хорошее и какое ожидаемое решение. Мы видим хорошую мину при плохой игре – это раз. У других министров мы видим абсолютную апатию, как у Герхардса, например, министра сельского хозяйства. Да никто не знает, что он министр сельского хозяйства, по-моему. Мы видим уютные междусобойщики какие-то в Сейме. И выражаясь языком спортивных комментаторов, мы видим договорные матчи в Сейме и в правительстве. Я вот с большим интересом слышал недавно передачу, которую вы вели с одним спортивным здесь обозревателем, функционером, наверное, который очень-очень интересно комментировал события, происходящие в городе Рига. Поэтому я позволю себе и спортивную терминологию использовать тоже. В Сейме и правительстве происходят очевидные договорные матчи. Одна партия говорит, вот эти два министерства или три, моя сфера ответственности, пожалуйста, не лезьте. Мы там делаем, чего хотим. Другая партия говорит, а эти три и четыре министерства – это наши, это наша вотчина. Пожалуйста, не мешайте нам жить красиво. И поэтому вот такие вот договорные матчи имеют место быть и ничего не происходит. И кроме того, мы видим, что в коалиции, если говорить о министров, хватает салонных львов и светских див. И разве они в состоянии осуществлять какие-то реформы и выполнять решения Конституционного суда? По-моему, не в состоянии. Более того, не в состоянии выполнять эти решения Конституционного суда по социалке даже руководители комиссии Сейма. Потому что в противном случае они бы сегодня должны уже были выйти с заявлением депутата Сейма, которые ведут, руководят, например, социальной комиссией. Мы разработаем законопроект. Сущность законопроекта такая-то. Мы его примем в кратчайшие сроки и ситуацию с пособиями, прожиточным минимумом уладим, насколько это возможно. Мы ничего этого не слышим. Мы слышим какие-то виноватые улыбки, оправдания и хвалебные оды в адрес омбудсмена, который, если говорить так по справедливости, поступил абсолютно разумно, адекватно и честно, с одной стороны, но с другой стороны, я думаю, это мое предположение, он просто собирается идти в политику. Потому что срок полномочий омбудсмена, он все-таки ограничен, он не резиновый, нельзя эту должность занимать пожизненно. Так что здесь есть и своя правда, конечно. Это точно. Когда вы говорите о договорных матчах, у меня все-таки создается такое ощущение, даже не ощущение, а такое убеждение, что меняется коалиция, меняется правительство, либо коалиционные советы называются по-разному, какой-то совет координационный, по-разному их называют, но суть, я так понимаю, не меняется. То есть так называемые коалиционные советы дают указания депутатам правящим, и те дальше нажимают кнопки так, как им приказали. Так я понимаю. Это совсем упрощенно. На это смотрите. Вы правы, я готов с вами согласиться. В политику приходят со светлым будущим, а уходят с непредсказуемым прошлым. Да, это хорошо. Да. Или наоборот, можно как угодно оперировать. То есть я хочу сказать, если говорить серьезно, наверное, ряд людей со светлыми идеями и свежими мыслями приходят в политику, но когда они объединяются вот в эти так называемые коалиционные советы и просто делят между собой сферы влияния, эти министерства наши, эти министерства ваши, а вот те еще там какого-то члена правящей коалиции, то тогда эти светлые идеи куда-то моментально улетучиваются. И мы приходим к тому, к чему приходим, что решение или не делать ничего, или обмануть Конституционный суд, или формально выполнить решение Конституционного суда. Вы знаете, можно сказать, вот легко так критиковать, а что предлагаете вы? Безусловно, есть проблема, есть решение. Что сделал бы лично я? Я скажу так. Хороший финансист или хороший юрист, в отличие от министров, они обязательно бы нашли ресурсы во внутренних резервах министерств, это где денежку брать, и особенно ресурсы в тех учреждениях, которые подчинены министерствам. Ведь не секрет, каждому министерству подчинен целый ряд ведомств с очень интересными бюджетами, в которых спрятано много чего. Поэтому мое решение, мое предложение, чтобы выполнить, по крайней мере, вот эти решения Конституционного суда и наделить людей социальными благами, которые им давно положены, и по пособиям, и по прожиточному минимуму и так далее, необходим функциональный аудит. Мой рецепт, мое ключевое предложение – это функциональный аудит. Это отказ от дублирования функций в министерствах и ведомствах. Мое пора уже реальные сокращения в госаппарате? Ведь работа на удаленке, по-моему, это показало, что мы можем работать. Что мы можем работать без дорогостоящих командировок, что мы можем работать без дорогостоящих презентаций, и мы можем работать заочно, конечно. Но я приведу два ярких свежих примера вам и вашим радиослушателям по поводу дублирования функций. Примеры кричащие просто. Например, вопросами людей с инвалидностью в Латвии, их проблемами занимаются пять или шесть министерств. Подождите, то есть не только министерства благосостояния? Совершенно верно. А как же министерства здравоохранения, а как же другие? И поэтому в итоге никто ни за что не отвечает, если в этой сфере получается. Это один пример. А другой пример, о котором не часто говорят, а следовало бы эту проблему решить, это факт, что практически у каждого министерства своя информационная система, свои регистры, свои айтишники, свои компьютерные специалисты. А стоят это миллионы. А сколько мы уже говорим о том, что пора объединить все регистры данных в один, и это позволило бы сэкономить нам миллионы евро. Это все давно пора, следовало бы объединить, и мы бы серьезно сэкономили при этом. Ну вот. Но я, кстати говоря, почему этого министра не делают? Почему никто не занимается такими оптимизациями? Знаете, может быть, они и хотели бы, но я совершенно серьезно полагаю, что многие министры сами не в состоянии найти внутренние материальные резервы и ресурсы в своих министерствах. Они не в состоянии этого сделать, потому что внутренние резервы, денюжки, которые у нас принято искать, 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 и иногда находить. Где деньги для учителей? Где деньги для медиков? О, пошли искать днем с огнем. Пошли на поиски денег. Так вот, я полагаю, что даже очень многие министры, а может быть и все, при всем желании не в состоянии этого сделать. Почему? Потому что эти внутренние резервы формируют не министры, а формируют аппарат. Эти внутренние резервы, эти денежки надежно, внутри, в недрах министерства каждого спрятаны аппаратчиками. А аппарат, извините, он умеет себя защищать. Он не позволит, чтобы кто-то покушался на его благо. Что в итоге? В итоге мы видим разрушение доверия ко всему и вся. Это грустно. Но, во всяком случае, я предложил конкретные инструменты, как можно проблему решать в социальной сфере, откуда брать деньги. Функциональный аудит, пересмотр функций, отказ от дублирования функций. Эти все тенденции меня тревожат. Такие решения я предлагаю, отвечаю на Ваши вопросы. Интересно, если мы говорим о конституционном суде, мы не упомянули еще одно важное решение конституционного суда, которое не относится к социальной политике, но инициировали рассмотрение этого дела как раз депутаты Сейма из фракции Согласия, вы в том числе. Это, естественно, совершенно вопиющая норма, которая была принята прошлым парламентом с подачи господина Шадурскиса, которая запрещает частным вузам преподавание, ну, понятно, что на русском языке, и, кстати, на английском языке тоже там 20%. Это вообще, конечно, что-то такое невероятное в Европейском Союзе. Тяжело представить другую ситуацию в другой стране, где частный вуз ему запрещает читать лекции на каком-либо языке. И студенты за свои деньги, в том числе иностранные, не могут послушать лекции примерно на том же русском языке. Конституционный суд признал эту норму не соответствующую Конституции, но ведь это еще один сигнал. Да, это так. Здесь хорошим решением могла бы стать, скажем, могла бы стать необходимость нести ответственность за те или иные принятые законы. Потому что у нас те, кто инициирует какие-то предложения, какие-то совершенно абсолютно сумасбродные законопроекты, потом не несут за это никакой ответственности. Оппозиция или просто активисты, или даже рядовые граждане что-то оспаривают в Конституционном суде. На это уходят ресурсы, на это уходит время. Потом Конституционный суд признает, что действительно те политики, которые инициировали принятие каких-то глупых норм, они были неправы. Эти нормы следует отменить. А те, кто все это инициировал, знаете, их уже нет. Они где-то находятся в другом месте, я не знаю, работают в каких-то других структурах, и ни за что не отвечают. Отвечать некому. А время утрачено, проблемы с экспортом образования возникают. Когда-то, знаете, несколько лет назад, и в 2000-х, очень модным был этот термин, очень умный термин, экспорт образования. Я считаю, что мы могли бы поступать умнее, не стрелять себе в ноги, при помощи разных запретов, а приглашать сюда студентов. Тем более, что у нас профессура, преподаватели. Да и вы сами преподаватели со стажа вузовский. Да, совершенно верно. Духовно богаты тем, что у нас в Латвии они, по крайней мере, практически все тремя языками владеют на хорошем уровне. И вот надо это было систему погубить. Надо было эту систему погубить. Мы просто лишились доходов, лишились налогов, государство лишилось налогов, государство лишилось дополнительных поступлений в казну. И теперь мы все это будем восстанавливать, а разного рода господа, которые все это в каком-то угаре, непонятно инициировали, их невозможно привлечь к ответственности. Ну, если только к политической. Поэтому, знаете, проигрыши в конституционном суде – это уже тенденция. Знаете, по аналогии, как-то на лекции я задал студенту такой элементарный вопрос. Ну, а как же так получается? Говорю, что, например, Латвия нередко проигрывает в европейском суде по правам человека. Есть статистика определённая. Но ответ очень простой, прост, как апельсин. Это значит, что в Латвии права человека нарушаются. Ну вот, также и здесь, если регулярно конституционный суд выносит такие решения, то тем, кто их принимает, ну, это пощёчина, оплеуха, удар. Жаль только одного, что теряем время, теряем ресурсы, теряем доходы. А это всё поступление в казну, это всё можно было бы пустить на развитие, это всё могло бы пустить, можно было бы пустить на социальные нужды и так далее. А, кстати, вообще было бы справедливо автора вот этой дискомернационной поправки вообще бы заставить заплатить за все эти последствия. Это фантастическая идея, фантастическая по своей значимости, фантастическая по тому, насколько она светлая. Я двумя руками за. Сформулировать, правда, это достаточно трудно юридическим языком, но можно пробовать. Я за то, чтобы человек нес ответственность за своё поведение и в законодательной сфере тоже, конечно же. Вот. Валерий Агишин, а в студии депутат Сейма прервёмся буквально на пару минут, потом вернёмся в студию, не переключайтесь. Валерий Агишин, а в студии депутат Сейма, вот мы говорим об актуальных политических событиях, вот у меня вообще создаётся такое ощущение, что как-то правительству так понравилось работать вот в этом удалённом режиме, и главное, в условиях чрезвычайной ситуации, когда ни с кем не нужно советоваться, что они так это и делают. Одно решение мы помним концертного зала, такое тоже вопиющее и странное. Второе решение, это мы помним, какие были дискуссии в парламенте, где фактически правительство предлагало вообще тратить огромные деньги налогоплательщиков, не советуюсь даже с Сеймом вообще. Но с трудом, я так понимаю, удалось всё-таки заставить их хотя бы консультироваться с этой бюджетной комиссией. Но мы вообще, в принципе, живём вроде бы в парламентской республике, пока не имеет де юра. По конституции Латвия парламентская республика в чистом виде, совершенно определённо. Однако я вижу, что правительству и тем, кто его поддерживает, понравилось работать в таком удалённом режиме, потому что можно не советоваться, можно не консультироваться, можно даже не бояться, что к тебе все им придут недовольные люди, потому что, например, допустим, в Сейм до сих пор закрыт доступ для публики и для журналистов. И это, очевидно, стало очень удобным инструментом для того, чтобы свою политику осуществлять. Можно ничего не бояться, можно даже в какой-то степени расслабиться. И принимать, мягко говоря, спорные решения. Решения, например, о концертном сале, о чём вы упомянули, я считаю большим расточительством. Я не думаю, что мы можем такое расточительство себе позволить. Почему? Если это здание нормально функционирующее, если его не поразил никакой грибок, извините, если оно не разваливается, так на каком же основании его сносить? Ну что, богатая Швейцария, что ли? Я считаю, что концертный зал для этого можно было бы подыскать другое место. Тем более, что все руководители Риги и последние, и предпоследние, и так далее, насколько я знаю, готовы были идти на сотрудничество с Министерством культуры и предлагать свои решения. Поэтому такое, скажем так, заявление Министра культуры, я считаю, расточительством и никак не готов такого господина называть рачительным хозяином. Просто-напросто. Ну, конечно, это здорово, когда ты оперируешь не своими средствами, а средствами налогоплательщиков. И еще в контексте вашего вопроса можно подискутировать и вспомнить о 81-й статье Конституции. Конституции. Это по тексту вашего вопроса, вот за что вам спасибо. Да-да-да, за что вам спасибо, Абек. То есть, когда-то, до 2007 года, хорошо это помню, существовала 81-я статья Конституции, которая позволяла правительству принимать решения с силой закона вместо Сейма. Если Сейм находится на каникулах, например, да, вот, законы принимать необходимо. Однако, тогдашние политики, руководители правительства, там, Шкелы, или а-ля Шкелы, использовали эту 81-ю статью таким образом, что, ну, по сути дела, злонамеренно, да, злоупотребляли всеми свободами и правами, которые эта статья гарантирует. И поэтому 81-ю статью в 2007 году, 13 лет назад, исключили из Сатверсма. Однако, сегодня, в условиях чрезвычайной ситуации, возник соблазн. Весной, весной стало понятно, что эта дискуссия будет открыта. Потому что, ведь, когда многие предприятия ушли в режим простоя, и у нас в стране происходили очень непростые, сложные вещи, и коронавирус ярко высветил лучшие и худшие качества людей, даже в обществе, что, что понятно, что всем нам хороший урок. Я хочу сказать, в каком режиме работал СЕЙМ? СЕЙМ ведь работал с утра до вечера, каждый день проходили внеочередные заседания СЕЙМа. Потому что правительство при отсутствии 81-й статьи Конституции не имеет права самостоятельно принимать никаких серьезных решений. Все должен утверждать СЕЙМ в обязательном порядке. Любую мелочь, по сути дела. Хотя, в условиях чрезвычайной ситуации мелочей не бывает. И поэтому возник соблазн на эту тему подискутировать, на тему возвращения статьи 81. Я считаю, что дискуссия уместна, однако статью 81 Конституции можно возродить только в том случае, если есть четкие оговорки по поводу того, что правительство имеет право эту норму применять только исключительно в условиях чрезвычайной ситуации. Когда в стране всеобщий карантин, всеобщая чрезвычайная ситуация, закрыты границы и так далее, хорошо, тогда давайте дадим правительству определенные дополнительные рычаги. Не будем проводить заседания СЕЙМа с 8 утра и до ночи каждый день. Но в том же самом виде возродить эту статью я считаю невозможным и неправильным. Почему? Потому что по сути у нас парламент это единственная институция, которая имеет мандат доверия от народа. Что я имею ввиду? Она выборная. Выбирают на выборах. А правительство у нас никто не выбирал. У нас господин Каринш не участвовал в выборах, премьер-министр. Он не стартовал на выборах. Мы не знаем какой к нему кредит доверия от людей. У него нет мандата. Госпожа Винкела стартовала, но ее не выбрали. А она все равно утвердили, назначили министром. Да, господин Герхорс еще один министр, он не участвовал в выборах. Поэтому я против того, чтобы передавать какие-то дополнительные полномочия кабинету министров или даже президенту. Президент тоже не избирался всенародно у нас. Вы мне практически сняли с языка. Это мой следующий вопрос. Так, время эфира идет очень быстро. Как раз вчера исполнился ровно год, стал момент, как господин Левиц реально вступил в право президента. Мы не считаем момент избрания именно тогда, когда он сел в президентское кресло и начал работать. Вот год прошел, он подводил свои итоги. Я, честно говоря, не заметил очень продуктивной работы от президента. Он много и красиво выступал. Периодами во время пандемии он вообще как-то так исчез, совершенно не беспокоить видимо своим присутствием населения. Но вот может быть я не прав, не объективен. Вот что вы можете сказать, ваш опыт сотрудничества как представителей парламента с президентом? Знаете, Абик, раньше, когда было больше времени, когда я не работал еще в парламенте, я много читал на досуге. Сегодня я возвращаюсь и возвращаюсь, когда есть возможность к прочитанному анализирую, происходившее, например, в античной истории. Я вам скажу такую вещь, почему в античной истории в Древней Греции, в Афинах, Спарте, в Риме нередко жители очень уважительно относились к своим политикам, к своим вождям, к своим царям, потому что царь одновременно был полководцем и реально возглавлял в таких же доспехах, воинство, своих же сограждан шли в битву те же спартанцы. Это все не кино, это исторические факты. Те же римские консулы и так далее, и тому подобное. К чему это? Во время пандемии господин Левис был очень бледным, он не вдохновил народ, нацию на сопротивление к коронавирусу, стал незаметным, самоизолировался и вообще куда-то исчез. Не вдохновил народ, не успокоил людей, не вышел с речью, с посылом о том, что, послушайте, дорогие сограждане, ситуация непростая, ситуация для нас новая, но мы работаем над тем, чтобы ее урегулировать. Немного, подождите, мы работаем. Он куда-то пропал, на мой взгляд, людей не вдохновил, не стал тем полководцем античным, а мог бы им стать, сказать людям по-человечески несколько добрых слов, простым человеческим языком, а не языком судьи суда Европейского Союза. Надо же понимать, где ты находишься. И поэтому, анализируя год его правления, я скажу так. Конечно, у президента как будто бы по Конституции не слишком много полномочий, но это как посмотреть. Я считаю, что господин Левец недостаточно использовал тот арсенал полномочий, который у него есть. Вспомним, как действовали некоторые другие президенты. Например, президент имеет право созывать заседание правительства и проводить его. Почему бы господину Левецу не поступить так? Созвать заседание правительства со своей повесткой, указать правительству на ключевые недостатки, дать им посыл, месседж, что, ребята, надо в срочном порядке решать это, это и это. Ну, я бы, скажем так, на месте господина президента активно использовал тот арсенал, который у него есть. Да, были какие-то выступления, но они, по-моему, на одно предложение оппозиции он пока не откликнулся, да? Да, но они, по-моему, не достигли цели. Да. Ну, мне не хочется повторять такую, значит, часто повторяемую фразу о том, что президент стал президентом коалиции, а не всего народа, но мы идем, к сожалению, видимо, к этому. Это неправильно. Президент из Конституции вытекает, он символ единства нации, он стоит над схваткой, я бы так сказал, да? Он не может присоединиться к коалиции или к оппозиции, он глава государства для всех, для жителя Пурциемса, для жителя Зылупа, для Докера из Венспилса, для Швии из Лепы, для оппозиционного депутата из парламента, для Абика Элкина и его слушателей, но мне не очень нравится такой какой-то заметный, заметный, селективный подход. Президенту надо стать хорошим педагогом, у хорошего педагога, которых любят, нет любимчиков. Любимчики, они заметны. Это очень точно, тем более, что он тоже из такой общества юристов, при том конституционников, и вполне возможно, что президенту не нужно было даже ждать обращения омбудсмена в Конституционный суд, если, это же очевидно, что те пособия, которые платят нашей стране, но это больше похоже на издевательство. 64 евро, мы же все прекрасно понимаем, но на эти деньги в месяц прожить нельзя. Вы абсолютно правы, Абик, я слышал его комментарии, но уже задним числом, по поводу этой ситуации с социалкой, да, но, извините, пожалуйста, а почему же вы, уважаемый, не занимаете активную позицию? Где закрывает инициатива? Почему вы комментируете что-то, бросаете уже вслед уходящему поезду, поезд уходит, почему вы не созвали заседание правительства и не определили повестку? Так, у нас социальные вопросы приоритет, давайте решаем, где мы находим внутренние дополнительные резервы, или как? Этого не произошло, были только такие наукообразные комментарии какие-то, вот, неправильно. Да, это абсолютно неправильно, тем более... Я имею право так рассуждать, так заявлять, потому что ни я, ни моя фракция всеми не голосовали за этого кандидата в президенты, мы голосовали за другого кандидата в президенты. Да, может быть, еще один вопрос такой в завершении, я понимаю, что еще дебаты впереди, но нет такого ощущения, что правительство нам что-то в контексте финансовой системы и будущего бюджета явно не договаривает, потому что все эти разговоры о том, что мы перераспределим какие-то 5% на здравоохранение, но это не будет новый налог, и мы не будем повышать налоги, и тогда мы что-то медикам дадим, но вот это так вот больше на детей, мне кажется, рассчитаны вот такие заявления. Отвечаю очень четко, Абик, на ваш вопрос. Да. Есть. То есть, есть проблема и будут проблемы, потому что деньги, которые как будто бы посыпались как из рога изобилия на отдельные отрасли, на сферу культуры, на поддержку простаивающих концертных залов в какой-то степени и так далее, и даже те, кому посчастливилось получить деньги за простой, я извиняюсь, они не с Марса свалились, они с неба упали. Нам эти деньги, Абик, придется отдавать всем налогоплательщикам, поэтому какая-то такая мнимая щедрость правительства по поддержке тех или иных отраслей, но это полуправда. Они говорят, мы сегодня поддерживаем эту отрасль, завтра эту, медиков, педагогов, простой, самозанятые лица, а никто не говорит о том, что нам все эти деньги придется отдавать и возвращать. Мы же не хотим стать государством банкротом, банкротиться, не хотим. А это непопулярные вещи, поэтому они об этом не говорят, поэтому действительно и складывается ощущение, что правительство говорит полуправдами, а некоторые действительно уже расписываются в своей собственной несостоятельности. Я не вижу четких заявлений и решений по поводу того, как правительство намерено выполнять решение Конституционного суда по социальной тематике, которое мы увидели. Эти решения Конституционного суда это один блок, это все, конечно, один блок, они в той или иной мере друг с другом взаимосвязаны. Приветствую решение Конституционного суда. Да, может быть, еще такой последний вопрос. Вот, с одной стороны, мы видим, что коалиция, ну, пока еще сидят вместе эти пять партий, но в то же самое время мы наблюдаем, что противоречия нарастают, вот, отголоски заседания коалиционного вчера доносятся до общественности, и я так понимаю, что там довольно все было горячо, вот это вот то обещание, которое новые консерваторы давали три по пятьсот, уже два года не выполняется, ни в девятнадцатом, ни в двадцатом, и, судя по всему, в двадцать первом тоже ничего не будет, тем более сейчас есть прекрасная отговорка пандемия, неужели вот так эти все пять партий будут продолжать вместе работать, несмотря на то, что они друг друга, ну, мягко говоря, не очень любят, мы помним все эти, вот, все это противостояние КПВ, ЛВ и новых консерваторов. Ну, что же, новые консервативные партии, естественно, не дадут выполнить их план три раза по пятьсот, потому что он невыполнимый-то раз, вот, с финансовой точки зрения, а во-вторых, потому что другие партии, правящие коалиции, не позволят новым консерваторам наращивать свои мускулы, и, я извиняюсь за грубость, продавать избирателям свои достижения, да другие, я извиняюсь, партнеры по коалиции удавятся, но не позволят этого сделать, вот, с другой стороны, конечно, есть какие-то определенные надежды на то, что партнеры настолько там перессорятся, что все развалится, вот, и сегодня в ходе парламентских дебатов там опять обострились взаимоотношения между правящими политиками, в том числе с участием господина Каменьша, которого отдельные члены партии КПВЛВ наверное хотели бы снять с поста руководителя комиссии Сейма по правам человека, да, вплоть до этого, но все-таки, Абик, мне видится так, что милые бронятся только тешатся, милые бронятся только тешатся, они могут пошуметь, попылить, создать шум какой-то, но в итоге по-прежнему эта коалиция существует, однако, ваша правда заключается в том, что ближе к выборам, я думаю, здесь не выборы в столичное самоуправление или в другие самоуправления, а ближе к выборам в Сейм, многие люди из партии без рейтинга поймут, что политическое будущее туманное, и надо предпринимать более резкие телодвижения, какие-то резкие шаги, поэтому, в общем-то, я ничего не могу исключить, но не завтра и не послезавтра, а немного позже. Это точно спасибо за исчепывающие ответы, я знаю, что примерно свидание Сейма продолжается, будем отпускать нашего сегодняшнего гостя, а в гостях у нас был Валерий Агешин, депутат Сейма от фракции Согласия, большое спасибо. Большое спасибо вам за интересные вопросы, всего доброго, до свидания.